Сегодня мы разберем такой европейский красивый цветок, который называется гигантский вьюнок калистадия лисватика. Вот это белые такие чаши, граммофончики и прям они растут здесь у всех людей на приусадебных участках и они такие красивые и уютные но по-моему они живут только один день видите и к вечеру засыпают ну давайте попробуем вот который смотрит на налево и у нас и свет слева давайте как обычно черный картон и белая сепия и вот посмотрите как там идет вовнутрь вот это вот вот плессировочка не будем считать сколько там плессировочки но знаем что оттуда изнутри тянется как архитектурная такая башня вот место сборки и вот такие тычиночки маленькие тянутся и самое главное у него это красивые изгибы в светотени давайте попробуем свет слева и сверху и смотрите где пойдет свет вот здесь свет пойдет как вывернутые немножко вот и обязательно вот где свет пойдет все пика очень хорошо точно и мы действуем больше всего светом вот где будет вот на этом листике как бы на сегменте листика не на листике здесь уже меньше меньше и вот это самый темный будет не забываем делить их на такие как знаете тортик разрезаны и сегментики и внутри будет темно и вот он это большой пестик там с тучиночками верхушечка остренькая вот я вижу маленькую житель я вижу или не вижу маленькую территорию сейчас вам покажу вот она уходящую очень большую перспективу и вот такой подстаканчик сейчас мы разберем этот подстаканчик мне надо взять этот вьюнок в руки и конечно хоть немножко давайте дадим ему такого согнутости листиков вот сейчас мы на него посмотрим мы должны быть с ним знакомы пока мы с ним не очень знакомы вот видите какой давайте мы в профиль нарисуем его чтобы понять посмотрите вот она чаши листик два листика держат чашу 2 всего лишь видите а чаша чаша вон она вспоминаем цветок который был в фильме каменный цветок помните который сделал он из камня 1 2 3 4 5 6 6 листиков которые держат чашу ну теперь моего вот как нарисуем давайте так положим и нарисуем его чтобы понять его профиль давайте повернем его немного в другую сторону и пошли вот это чаша из 6 листиков зеленых вот здесь еще один листик обнимает вот там еще один листик обнимает как рубашка и потом пошла сама граммофонная территория вот она какая смотрите давайте знаете как вот они овальчики сделаем чтобы мы понимали и конечно и пляссировку ну что переднюю часть сиф профиль он и заднюю часть еле-еле видную здесь немного вывернут а теперь светотени мы все поймем сейчас там тоже пляссировка как будто бы это стакан так вот такой знаете для мороженого ну что свет давайте свет вот где пойдет там внутри чаши вот это вывернутая в тенек пойдет здесь полутончик маленький будет здесь впадинка а здесь вот где пойдет свет смотрите давайте сразу обратим внимание на то что он как кружева вверху а теперь овал в эту сторону пойдет полутон закругляющий спускаемся вниз здесь свет уже тает он не будет такой сильный и знаете это такая медитативная интересная интересная штука когда следишь за растением и заодно изучаешь его на кончике карандаша или сепии вот он а вот здесь конечно будет темно но немножко вывернутого листика будет как толщинка у тарелочки вот это профиль да пошел ну теперь давайте этому дадим попить а сами нарисуем сейчас вам покажу какой красивый надо его вынуть отсюда сейчас сейчас вот он очень запутал запутавшийся поэтому уже вьюнок называется вьюнок вот смотрите вот бутон давайте бутон и сразу же рядом с ними со всеми должны познакомиться и листья и листья его и посмотрите как они переплетены между собой давайте бутон вот он бутон пошел сейчас в эту сторону его положим видите какой он как остренький такой кинжальчик в двух листьях завернут сейчас а сам этот череночек он настолько витьеватый посмотрите он в разные стороны крутится как лапшичка и вот смотрите пошла один лист вот такой пошел вот он сейчас второй лист чуть чуть ниже пойдет вот он месту сборки и сам бутончик знаете какой он сейчас вам скажу как скрученная промокательная бумага сейчас вам покажу как какой он сначала рисуем его форму а теперь посмотрите как они скручены вот как они скручены знаете как леденец на рождество или на новый год это же подсмотренная форма подсмотренная у природы форма и конечно светотень вот она светотенечка этого бутона который который вот-вот и развернется главное чтобы у него было солнце и вода ну падающую теньку не будем рисовать так но мы зато знаете что попробуем познакомиться с листьями и вот я один лист уже рисую какой же красивый лист это знаете кто сейчас вам скажу удлиненное сердечко вот оно удлиненное сердечко посмотрите как он тоже таким витиматым идет сюда и просмотрим его капиллярную систему вот она пошла интересно в шахматном порядке нет представляете не в шахматном из одной точки идут капиллярчики это красота вот он листик да мы его сильно не будем мучить потому что мы с ним только сейчас знакомимся так давайте хотите немного дадим ему тона вот здесь на изгибе показать где он вывернут и конечно эта территорий как будет чуть-чуть светлее это половинка книжечки помним что каждый лист это книжечка со средней серединной линии так и еще один лист вот он надо более рубленные делать он-то витиеватый но мы-то с вами понимаем что нам надо более рубленные или делать тогда будет интересно так и вот среднесерединная и вот где свет будет у этого листика да а здесь будет просто толщиночка и намек на капиллярную чуть-чуть вот видите какие листики интересные ну есть и большой давайте большой дернем и по-моему там посмотрите еще какой есть посмотрите какой сумкнутый есть мы сейчас его сделаем который даже не собирался еще распускаться и вот какой лист есть давайте мы его повернем пусть попозирует мы должны четко знать их форму стоять ну что иди-ка под карандаш большой лист вот какая выемочка будет и пошел вот сюда посмотрите как видно капиллярная система какая она красивая вот смотрите капиллярная как идет вот сюда вот сюда вот так вот так снабжает лист а этот паучок вот сюда теперь поворачивается представляете на просвет ну очень красиво так а по свету как будет конечно здесь будет темно здесь будет толщиночка вот здесь будет толщиночка она пойдет и конечно посветлее будет вот эта половинка листа мы для себя то понимаем как капиллярная движется а потом светотень все равно делаем для интереса вот листик хороший и вот он такой идет давайте мы его побольше сделаем и в другую сторону мы его поставим потому что у нас уже было с этой стороны освещение вот он совсем закрыт в такую скобочку сейчас о раз скобочка два скобочка это вот эти листья еще пока закрыты а там идет сцепление с череночком они оба будут в тени они вот так повернуты такой совсем закрытый ну что вот какой нас ждет в эту сторону смотрит давайте хочу чуть-чуть сюда пойти и прям открытый бутон расцвел перед дождем рубленными линиями работаем и вот впадина вот она она вот здесь выходит с этой стороны и чаша держит из шести по моему зелененьких вон она там чаши черенок пошел куда-то в другую сторону он крутится а мы то с вами вот в кружевную территорию спускаемся и каждая каждая тянется сегментарная территория вот так вот туда вовнутрь а туда помним да с места сборки выходит очень красивый такой купол с такими тычиночками так но там темно будет у нас самое светлое вот вот где будет смотрите на самом граммофончике усеченный конус белого гигантского вьюночка это мы сволочь кончались на велосипеде и я вижу боковым зрением какие-то белые цветы прям вьются но остановились и вырвали его часть для того чтобы нарисовать и начинаем с полутончика смотрите рассказываем как идет вовнутрь успокоения по цвету по тону вернее вот здесь будет вот я вам советую каждый сегментик разобрать как будет каждый сегментик относительно на светотени здесь вот мало будет светом будет почти завернут но все-таки надо увести немножко туда в глубину рассказываем зрителю где будет основной свет ну и вот здесь совсем мало не забываем про сегментики и про толщинку не забываем вот он белый юночек мы в детстве если помните на юге украины очень сильно уважали фиолетовые сиреневые юночки у нас были дома но таких белых белоснежных я не видала только вот здесь в германии попались они нам вот 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 и прям знаете какой цветок прям его хочется или заколоть волосы или съесть одно из двух ими кстати часто наверное украшают какие-то пирожные или какие-то сладости вот он юночек так и толщиночку не забываем сегментарность не забываем вот сегментарность этим и отличается этот цветок сегментиками как торт разрезаем можем еще усилить белую территорию света туда в глубину в глубину в глубину чтобы доказать всем что это белый цветок а видите мы штрихом показываем куда надо стремиться во внутрь цветка так кого нам еще надо нарисовать а вот завяж а вот завядший смотрите вот завядший давайте мы завядший тоже нарисуем потому что мы должны жизнь цветка полностью показать так завядший пойдет он у нас давайте вот так его развернем пойдет он такой знаете набалдашничек а потом такая скрученная отсветшая территория пойдет и она уже будет смотрите вот этот набалдашничек он как бы и не не завял а а а сами листья превратились в такие колбаски чуть подвявшие но все равно красивые а эти листья по-прежнему охраняют даже завядший цветок два листа помните которые наши вот они два по-прежнему как будто ни в чем не бывало продолжают охранять наверное семена уже охраняет так и как ни странно вот такой витиеватый череночек и там лист посмотрите как пошел давайте мы этот лист вот сюда такое сердечко боковушка этого листа и плоскость среднесерединная посмотрите как у них идут красиво капиллярчики паучком таким ну давайте лист сделаем по светотене хорошо так вот здесь в тенечке завернутый уголок сделаем еле видным тональным нажимом а вот здесь можно посветлее сделать этот лист чтобы показать как он вообще расположился по светотени и толщиночку и вот она вот это вот дырочка хорошая такая красивая и сам бутон смотрите сразу будем вот так поперек чтобы показать людям что это цилиндрик усеченный да вот к носику такой охранники мы их назовем так кого нам еще надо вон какой красивый сейчас будем заканчивать потому что цветок долго не позирует он прям завидает на глазах так вот здесь какая чаша будет и она конечно вся в таких полосочках как знаете не гофрировка а плесировка на бабушкиных юбках вот они вот такая крупная такая плесировка и там она выскакивает тоже вон она выскакивает в самом разветвлении цветка вы видите вот просто так линейно ну так и неинтересно вот если по светотени то вот где по этому овалу вот показываю вот здесь больше всего будет смотрите на этой территории нажимаю сильно вот чем хороша красопия она и может и графическую показывать и живописную и заливать плоскость может озеркам хотим показываем графикой хотим зальем так вот здесь темно будет и только вот кто смотрите а здесь наоборот с этой стороны будет светло у самого стаканчика и вот так мы знакомимся с цветком который нам знаком с детства этот цветок но сейчас только мы с ним познакомились с математической геометрической и архитектурной формы вот вот и можно еще кое-что здесь нарисовывать маленькое написать то надо кто это давайте напишем к ли ну вот ими пишем название цветка там как у русскую да это у русская так алис т е т г и скраб и а 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 здесь можно еще маленький бутончиков по нарисовать или листиков но уже мы знакомы с этим гигантским венком а гол а и с а а и а и и и и и